Скульптура, которую можно прочувствовать в прямом смысле. Работа Ивана Мозгового еще долго будет пахнуть кедром. А раскроет всю свою текстуру дерева только лет через 10, говорит автор. Троянский конь или что-то, что не нуждается в понимании. Название работы – «Да-да». Ассоциация и дадаизм, и в то же время такое отнекивающееся «да-да», что «да-да», я тебя вроде бы услышала, на самом деле, тишина, непонимание и прочее между людьми. Не сказать, что это автопотрет, но просто видение мужчины, видение мужчины-художника, как существовать в этом мире, переживания на тему семьи, дома. Помимо этой скульптуры в Титофарене сейчас экспонируется еще почти 700 работ. Это декоративное искусство, графика и живопись. Всего 300 молодых авторов со всей Сибири. Выставка современная, поэтому можно подойти, отсканировать код и найти автора, ознакомиться с его работами. Вот вам кто-то писал в соцсетях, вас находили? Да, на самом деле это очень приятно. Пишут и по украшениям, и еще по каким-то, да, то есть просто отзывы оставляют. Азарт Сибирь в Барнауле проводят уже в десятый раз, но ранее размещали экспонаты в более скромных пространствах. В истории проекта это самая популярная выставка. Почти за две недели ее посетило более 6 тысяч человек. Зрителей очень много, такого не было никогда. Молодежной выставки никогда не было на этой территории. Несравнимо, Ленина 111, где выставочный зал, где 600 квадратных метров и 2000 квадратных метров здесь. Для кого-то азарт Сибирь может стать путевкой в Союз художников России, если повезет. Хотя для молодых авторов принять участие в этой выставке уже целое событие. Это возможность погрузиться в такую творческую атмосферу, увидеть свои работы рядом с работами других художников, оценить свое мастерство и, может быть, даже отточить свой авторский почерк. И я думаю, что эта выставка по-настоящему удалась. И, безусловно, необходимо выходить еще и за рамки своего региона, участвовать и в выставках российского и международного масштаба. Азарт Сибирь – это не только имиджевая, но и финансовая поддержка молодых талантов. Завтра в Институте культуры наградят лучших авторов в шести номинациях, а уже 30 июля выставку разберут. Успевайте увидеть работы азартных авторов своими глазами. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.